Сегодня в Перископе. Тлен и безысходность. Сгоревший король ночи. Новый вид динозавров. Треугольные танцы. Ярость строителя. Воздушное такси. Смотрите прямо сейчас. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Но несмотря на это, результат их работы может сильно удивить. К примеру, Майнкрафт не блещет графикой и широким спектром игровых возможностей, но вошла в книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая инди-игра. Ведь по всему миру разошлись десятки миллионов копий. Независимая игровая индустрия знаменита своим нетривиальным подходом к работе. К примеру, недавно вышла игра от московского поэта. Она называется «Шахаде» — «Зима». И это полноценный симулятор меланхолии. Мрачно как! Ты точно не здесь и приперся? Четкой цели и сюжетной линии игра не имеет. Это скорее блуждание по типичной постсоветской квартире с возможностью выйти во двор. Хорошо бы мне, чтобы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы всю жизнь. В описании игры сказано Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться, только сломанный радиоприемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег. Из новостей все правда для... Но все равно в Шахаде можно кое-что сделать. К примеру, пожарить яичницу, вынести мусор, принять ванную или осмотреть соседские ларьки. Шахаде «Зима» — детище поэта Ильи Маза и инди-разработчика Александра Игнатова. Эта игра — часть экспериментального проекта. Для того, чтобы научиться все это делать, недостаточно сидеть дома на диване и бубнить себе под нос. Помимо симулятора, проект включает в себя книгу стихов. Короткометражный фильм Я подарил бы тебе этот день Музыкальный альбом и спектакль Через какое-то время Ты точно спросишь Господи Что это? Или какого черта? Все произведения связаны между собой. Например, из радиоприемника в игре можно услышать песню, которая дополняет альбом. Название всех магазинов в виртуальном мире можно увидеть в книге со стихами и прочее. Игру можно купить на платформе Stream. Сейчас ее стоимость почти 5 долларов. Скромная цена за интересный и смелый продукт. Так что, если вам грустно и хочется, чтобы стало еще грустнее, покупайте «Шахадэ зима» и тоскуйте сколько вздумается в любое время дня и ночи. Субтитры создавал DimaTorzok А теперь к веселым новостям. Масленица – традиционный праздник, который знают все. Он связан со вкусными блинчиками, окончанием зимы и, конечно, со сжиганием чучела. Но отдельные личности подходят к этому празднику очень нетрадиционно. Недавно в Липецкой области на Масленицу сожгли чучело короля ночи, предводителя армии мертвых и главного антагониста сериала «Игры престолов». Как выяснилось, такой интересный подход у жителей Липецкой области не в новинку. В прошлом году на весенний праздник они сожгли чучело белого ходока из той же вселенной Джорджа Мартина. Возможно, таким жестом организаторы хотят сказать, что сжигать надо злодеев, а не традиционную, выглядящую по факту доброй и привлекательной куклу. Пора остановиться! Но есть и недовольные. По словам Петра Селезнева, одного из организаторов праздника, есть люди, которые жалуются на несоблюдение традиций. Мы же считаем, что это новое и интересно. Тем более, что в этом году выходит последний сезон сериала. Такой жест можно посчитать вполне себе символичным. Пацаны, вообще, ребята, классно вообще. Особенно вот тот паренек с белым на плече. Вообще молодец. Недавно сайт Nplus1 рассказал о том, что ученые обнаружили новый вид небольших травоядных динозавров. Находку обнаружили австралийские палеонтологи. Они говорят, что этот вид относится к началу мелового периода. Это примерно 125 миллионов лет назад. Мамонты мирно соседствуют с лошамонтами. Курицамонтами и червямонтами. Вид назвали галеонозавры, потому что их верхние челюсти напомнили ученым галеоны – большие парусные суда. Эти динозавры жили в месте, где сейчас находится юго-восточная Австралия. Всего обнаружено 5 окаменелостей с останками нового вида. Говорят о том, что галеонозавры относятся к группе орнитопод. Это рептилии, стоящие на двух лапах и питающиеся растительной пищей. Я бы никогда не ел растения, выращенные на крупных фермах среди обитания человека, из которых делают масло против их собственной воли. Каждый год ученые открывают какие-то интересные виды животных и растений, живших или живущих на Земле до сих пор. Мы расскажем о самых интересных и загадочных созданиях, которые нашлись буквально в прошлом году. Во время экспедиции на Малукских островах в Индонезии голландский студент-биолог обнаружил новый вид миниатюрных креветок. В чем это он? Да, наверное, несет околесицу, как всегда. При помощи сканирующего электронного микроскопа участники экспедиции внимательно осмотрели креветку. Выяснилось, что ножки ракообразного очень мохнатые. От этого и произошло название вида от Антония Бэггинси в честь персонажа Джона Толкина, Бильба Бэггинса, главного героя романа «Хоббит». А эта насекомая выглядит, как обычная оса. Но не спешите с выводами, ведь если копнуть глубже, покажется, что она родом с другой планеты или сбежала с какого-нибудь хоррор-фильма. Кто ты, чудовище? В ученых кругах ее прозвали осой-манипулятором. И не просто так. Такая оса внедряется в колонию пауков и превращает их буквально в зомби. Вам уже не нужны наши документы. Нам не нужны их документы. Осы откладывают внутрь членистоногих личинку, которая питается кровью носителя и каким-то образом подчиняет его своей воле. Как это работает, точно неизвестно. Скорее всего, оса впрыскивает какой-то гормон, который влияет на мозг паука. Когда личинка вырастает, она съедает тело носителя, перебирается в кокон, и через 10 дней из него вылетает новая взрослая оса. Исследования этого вида насекомых еще продолжаются, ведь с ним на данный момент больше вопросов, чем ответов. Вопросы есть? Есть и много! Возможно, в этом году появится еще больше таких открытий, и мы будем внимательно за этим следить. За эту неделю успел появиться еще один челлендж. На этот раз родоначальник неизвестен. Новинка называется «Треугольные танцы» и выглядит очень уж забавно. Система простая. Трое танцоров встают друг напротив друга, хватаются за плечи и по очереди прыгают в центр образованного ими треугольника. Вот так. Все по классике. Челлендж стартовал, и видео заполнили сеть. Американские подростки. Врачи. Менеджеры компаний В треугольных танцах испытывают себя все, кому не лень. Но если вам кажется, что это выглядит просто, мы скажем нет. Вот очень неудачный пример. Но смотреть на эту неудачную попытку даже веселее. Поэтому попробуйте себя в треугольных танцах, пока они вызывают интерес зрителя. В конце концов, это и правда очень смешной способ провести время с друзьями. А этот сюжет о том, что строителей ни в коем случае нельзя злить. В Великобритании недавно осудили строителей из Румынии по имени Дэниел Нигу. Его приговорили к четырем годам тюрьмы за... За что? За то, что он сел в экскаватор и разрушил пять новых домов, которые сам же и построил. Ты что, с ума сошел? Его протест против системы записали на видео. Строитель выкрикивает обидное ругательство на румынском языке и всячески оскорбляет компанию, в которую он работал. Позже, во время суда, Дэниел объяснил свой поступок тем, что фирма-наниматель не оплачивала его труд. Строитель утверждает, что ему задолжали 16 тысяч фунтов, а это почти 55 тысяч белорусских рублей. На одном из роликов с экстренным сносом домов, очевидец попросил Дэниела разрушить еще один дом, а он так и сделал. Судья назвал действия мужчины спланированным, обдуманным и безответственным вандализмом. И добавил, что те люди, которые подбадривали Дэниела во время сноса, должны стыдиться своего безрассудного поведения. Бессовестные вообще! Ужас! Судья считает, что утверждения строителя о зарплате никак не оправдывают его поведение. В общем, Дэниел Нигу признал свою вину в уничтожении домов. Компания-наниматель оценила ущерб в 4 миллиона фунтов, так что судьба у строителя незавидная. Недавно на главной площади немецкого города Ингольштад представили городское такси будущего. Выпустила суперагрегат компания Airbus и выглядит он так. В машину могут поместиться 4 человека. Такси будущего, кстати, может перемещаться по городу без пилота. Аэробус развивает скорость до 120 км в час, а дальность полета 50 км. Сейчас компания ожидает разрешения для проведения воздушных испытаний. Если все будет хорошо, первые пробы будут уже летом. А эксплуатация в полной силы планируется не раньше середины 20-х годов. Компания-производитель считает, что в больших городах такие машины станут хорошей альтернативой наземному и подземному транспорту. Того и глядишь, будем летать на такси, проводить выходные на Марсе и вживлять проездные в ногти. Все это выглядит очень смело, и мы надеемся, что на практике будет ничуть не хуже. А на этом все. С вами был Перископ. Смотрите только интересные видео. Субтитры сделал DimaTorzok